Это очень интересный модельный объект, чтобы лучше понять, как работает реальный объект, который лучше позволяет понять, где мы пока что еще не очень хорошо умеем вести расчет и предсказывать свойства, где у нас есть пробелы в теоретической физике. Пока фундаментальная. Но все говорят, что у него хорошие свойства мёд, что можно использовать и делать из любого языка, пока я просто этого не вижу. Но вы знаете, что есть? Вот я не знаю. Ну вот, судя по докладам, даже с вами, уже есть и большой прикладной аспект. То есть он с самого начала был предсказан, что графин будет иметь большое значение для прикладной науки. Однако сначала это было все на уровне эффектов, именно фундаментальной науки. Однако сейчас видно, что уже существуют реальные устройства и существуют реальные достижения. Нет, просто, например, сегодня был доклад Принца, он показал, что уже есть множество устройств, в которых используем фундаментальный эффект. Изучение самого графена — это фундаментально его каких-то свойств. А когда мы начинаем говорить, а для чего мы изучаем? Мы хотим сделать из этого конденсатор, мы хотим сделать из этого сенсор, мы хотим применить это в литиевых батарейках. Это уже прикладная наука. Зачем мы измеряем проводимость этого графена? Измерить проводимость — это, конечно, фундаментальная задача. А измерить проводимость для того, чтобы использовать его в сенсоре — это уже задача прикладная. Предыдущее изобретение пулерена — новая графена. А это в настоящий момент фундаментальный еще или уже прикладная? Это еще фундаментальная наука, потому что вопрос о бухгалеродной электронике, это, так сказать, висит в воздухе, но он еще не доработан. Нет, нет, сейчас уже есть приложение, промышленное приложение, ну, например, скажем, антикоррозионные покрытия. Ну, пожалуйста, графен, один монослой графена, значит, он позволяет предохранять материалы от окисления. Уже для графена есть приложение, есть приложение конкретное. И вот сегодняшний доклад показывает, что, например, для суперконденсаторов тоже там уже какие-то приложения имеются. Так что, а вот для графеновой электроники еще нет. Нобелевские лауреаты, которые открыли графен, в особенности Гейн, он известен тем, что он вот такие вопросы и до этого задавал сам себе, и им было интересно, а что будет, вот если мы возьмем и снимем один слой, я речь веду о естественно-научных направлениях, технических, может быть, частично, не касаясь гуманитарных, там, свои подходы и свои взгляды. Графен, конечно, фундаментальная вещь. Вот, другое дело, что графен как раз вот та, так сказать, фишка, которая, на удивление, еще и очень прикладная. Но она поднимает стоп фундаментальных вопросов, исключительно фундаментальных, что просто надо, как говорится, поблагодарить судьбу, чтобы вот открылся еще один такой вот вид вещества, как углер. А нет здесь игры слов. Да. Графен, ну, как по мне, на самом деле должен восприниматься, в первую очередь, как объект для фундаментальных исследований, потому что, ну, он имеет довольно специфичную электронную структуру, электронный в нем безмассовый, это, в общем, шикарная площадка для того, чтобы проверить всякие там фундаментальные взаимодействия, попробовать просимулировать какие-то там, например, поведения безмассовых заряженных частиц. Есть работа по электронным волнам в графене и так далее, по спинтронике очень много работы. Все работы, какие сейчас ведутся по графену, они имеют, скорее, такой более фундаментальный характер, на самом деле, хотя позиционируются как прикладные работы. То есть, вот, работа, в ней можно было бы использовать графен так-то, так-то, но реальных приложений их очень мало. Есть какие-то биосенсоры на основе графена, и у Nokia, по-моему, есть экран на основе графена, и это все, о чем я слышал. Ну, вот, может быть, после этой конференции и что-то поменять.